Вот такой радостный фон у меня будет, чтобы поговорить с вами об экране, прокрастинации и подобной такой ерунде, которая, я думаю, мучает иногда хотя бы каждого человека. Если не мучает, скажите, пожалуйста, что вы делаете, чтобы вас это обошло, ваши советы будут полезны мне, может быть, другим людям, которые посмотрят это видео. А лично я поняла, что больше всего убивает твое настроение, когда ты ничего не делаешь. Мне очень нравится фраза, что самое лучшее лекарство – это что-то делать, потому что, когда ты занят, у тебя нет времени что-то думать, анализировать, жалеть себя. И, соответственно, человек становится как будто бы даже чуточку счастливее. Это не про то, что нужно удариться в трудоголизм, это про то, что нужно не оставлять себе много времени на самобичевание и самоанализ, не нужно никому. Но сегодня я даже хотела больше поговорить о том, что очень много времени у нас забирает иногда скроллинг ленты, то есть листание ленты, соцсети. И, кстати, соцсети нас тоже угнетают по-своему, потому что не знаю, как у вас, а я захожу, смотрю на их успешный успех и понимаю, что, ну, я уже не вывожу этот успешный успех. У всех там супер-пупер-ремонты счастливые семьи, идеальные дети, либо неидеальные дети, но при этом есть няни, и мама может отдыхать. И ты такой, почему у меня нет такой возможности, тебе приходится 24 на 7 быть со своими детьми, и можете закидать меня камнями, но это действительно тяжело. И вот сейчас у меня старшая дочка у бабушки, и я кайфую, честно. Вот с одним ребенком намного легче, чем с двумя, поэтому это несмотря на то, что у нас есть садик, в садик она ходит не постоянно, то есть есть дни, когда она просто не хочет идти, и я ее оставляю дома. Есть дни, конечно же, когда она болеет по две недели подряд, и она тоже сидит дома со мной. Поэтому можете закидать меня камнями, сказать, что я просто ужасная мать, что у меня должен быть материнский инстинкт по крови, но я понимаю, что я устаю от детей, а вот эта идеальная картинка, которую нам создают в соцсети, она идет в разрез. Больше всего меня всегда угнетает то, что отчасти я не могу жить ту жизнь, которую я хочу жить. То есть в моей голове, когда я думаю, что вот, хотелось бы жить вот так, вот так, у меня срабатывает примерно такая картинка. То есть я думаю, вот через пять лет, когда вырастет старшая дочка, младшая дочка тоже постарше уже станет, там ей будет шесть с половиной лет, старшая вообще будет через пять лет девять, она будет ходить в школу, они будут самостоятельны, и вот тогда я смогу пожить, вот тогда я смогу начать вести блог так, как я хочу, снимать, как я хожу в кафе, эстетично пью кофе, читаю книгу. Я смогу читать книгу спокойно, а не только слушать аудиокниги, пока я драю в ванну. То есть, и вот это вот представление об идеальной жизни, получается, что во мне лично воспитывает такой синдром отложенной жизни. Как будто бы сейчас не может быть кайфово, сейчас не может быть классно, а вот потом когда-нибудь, когда все звезды сойдутся, когда все вырастут, когда я тоже изменюсь, вот тогда все будет классно. Но я понимаю, что это так не работает, и чтобы через пять лет была та идеальная картинка, которую я себе сейчас представляю, мне уже сейчас нужно над этим работать. И самое интересное, что не нужно ждать, пока наступит вот это время через пять лет, когда мне будет около тридцати, и я буду еще молодой, красивой, и в принципе смогу заняться собой. Нужно уже сейчас находить плюсы, искать то, что тебя радует. Поэтому я составила себе небольшой список планов на день. То есть, это то, что я хотела сделать в сегодняшнюю субботу. То, что меня действительно успокаивает и вдохновляет, потому что последние четыре дня я чувствую себя просто отвратительно. Мне ничего не хочется. И, естественно, когда ничего не хочется, ты начинаешь листать соцсети, тебе это угнетает еще больше. Это не отдых. Вообще не отдых. Ты только загружаешься еще сильнее. Ты не отдохнул. При этом ты потерял время, и это капец как обидно. Итак, первый план на день, на сегодняшний. Это была уборка. Только что жаловалась на то, что приходится все время драить ванну. Но, когда я спокойно убираю, и сегодня я даже не стала включать аудиокнигу на фоне, чтобы это было прям совместить пользу с пользой. Я просто включила спокойную музыку на Алисе. Я просто убирала. Я убирала в медленном темпе. То есть, я могла это сделать гораздо быстрее. Я параллельно играла с ребенком в уборку. То есть, я давала ей какие-то тряпочки. Она веселилась. Ей очень понравилось убирать со мной. То есть, мы и время вместе провели, и при этом порядок навели. То есть, меня это реально успокаивает, когда это не потому, что надо, а потому, что я захотела убрать. И вот я убираю ровно до того момента, пока я хочу убирать. То есть, я убрала. Сейчас я смотрю, в принципе, убрано. Надо полы еще помыть. Но, возможно, я помою полы завтра. Потому что сегодня у меня уже закончилось все настроение убирать. Плюс, когда в квартире убрано, все красиво, все поверхности чистые, на них нет никаких завалов. Теперь легче дышится в этой квартире просто. И хочется делать что-то другое, что тоже тебя будет наполнять. Следующий пункт, который я написала, это уход за собой. И поскольку, скажем так, не особо времени мне хватает, я просто сделала масочку тканевую, которую купила с утра. То есть, вечером полежу в ванной, что-то такое. То есть, это тоже меня наполняет и заставляет себя почувствовать немножко девушкой-женщиной, да, у которой не только какие-то подгузники в голове, а еще немного и о себе позаботиться. Но в ванной, это все уже будет тогда, когда придет муж домой и он сможет посидеть с младшей, чтобы не оставлять ее надолго одну. Это, к сожалению, не прокатывает. Так, следующее, что я записала себе в список, это прогулка. Конечно же, во всех этих пунктах это отсутствие соцсетей. То есть, ни пока в масочке, ни пока убираешься. Просто постараться максимально отстраниться от этого. Мир не рухнет, если я один день не посмотрю чьи-то сторис и не полистаю видосики, которые каждый день выкладываются. И каждый день засирают тебе очень сильно мозг. Дальше прогулка тоже. Я уже вышла на улицу, в принципе, там не холодно, скажем так, по-ноябрьски. Но нет ни дождя, ни сильного ветра, поэтому мы оденемся. У меня буквально во дворе спуск в ботанический сад. Поэтому я возьму свою дочечку и мы пойдем в ботанический сад. Дальше я записала пирог и записала ужин вкусный, потому что это, знаете, та же история, что и с уборкой. Когда что-то надо приготовить каждый день, ты готовишь, тебя это начинает напрягать. Но когда есть настроение, просто медленно стоять и чистить картошку, медленно жарить отбивные, делать салатик, задумываться над красивой подачей. То есть по настроению это тоже может восполнить мой ресурс. И вот сегодня у меня настроение такое максимально домашнее. Я оценила это свое настроение, поняла, что вот такое домашнее. То есть я хочу уюта, хочу вкусного ужина. И вообще вкусная еда тоже поднимает мне настроение. Хотя, возможно, кто-то скажет, что это как раз-таки один из синдромов РПП. Но вот так вот есть, что когда грустно, хочется сладкого. Когда, не знаю, нет настроения, хочется просто чего-то вкусного съесть. И вот сегодня как раз-таки я вписала себе это. Еще один пункт, которым я не занималась, мне кажется, сто лет, но все время хочу начать. Это тренировка. Я решила себе не ставить цели, что я буду заниматься каждый день. Я хочу сегодня, потому что у меня день такой разгрузки, я хочу сегодня потренироваться. Потому что после физической активности мне становится легче. Во-первых, у меня перестает болеть спина, которая у меня болит просто 24 на 7. А плюс я чувствую себя как-то более физически активной. И что ли, взбадриваю, что ли. И мне очень нравится, как на следующий день болят мышцы. И вообще вот это чувство, что ты заботишься о своем теле, ты делаешь какую-то тренировку, мне очень близко, мне очень нравится. Поэтому я бы хотела сегодня сделать тренировку. Если завтра у меня опять появится это желание, то я с удовольствием сделаю еще раз завтра тренировку. Просто обычно, когда я начинаю делать тренировки, я ставлю себе вот все целый месяц, сделаю тренировки там два раза в неделю, четыре раза в неделю. И естественно, потом мотивация спадает, и ты не хочешь этого делать. Я хочу это сделать чисто для удовольствия сегодня. Еще один пункт — это чтение. Как раз-таки сейчас, пока дочка на дневном сне, я пойду и почитаю книгу спокойно, в тишине. То есть пообедаю, почитаю книгу. То есть проведу это время, да, там, пускай это будет 40 минут, может быть, это будет час, но я хочу провести это время просто перелистывая бумажные страницы, не слушая книгу в аудиоформате. Или не читая на бегу, что одной рукой я играю, другую рукой я держу книгу и читаю. Вот хочу тихо, спокойно почитать. И последний пункт на сегодня из планов — это снять видео, которое я вам сейчас снимаю. И, возможно, еще какие-то кадры, естественно, будут под съема, потому что мне очень нравится снимать видео, мне нравится снимать на YouTube, мне нравится разговаривать, стоять с камерой возле окна, как будто я разговариваю сама с собой. То есть мне это нравится, я понимаю, что я делаю то, что я хочу. И отчасти это как раз-таки Ариша Жук к тому, чтобы через 5 лет моя жизнь выглядела так, как я хочу, потому что очень хочется, тоже можете кидать меня камнями сейчас, быть блогером, но, может быть, не в общепринятом понимании, но в какой-то части иметь свою аудиторию, делиться своей жизнью, делиться литературой, книгами. И, поскольку мне это интересно, я бы хотела развивать блог. Чтобы его развивать, нужно стабильно, постоянно снимать. И поэтому, так скажем, это не только мне сейчас удовольствие, то, что я снимаю ролик, это еще и вклад в мое будущее. Возможно, когда-нибудь этот ролик залетит, вы посмотрите. А у меня там уже 100 тысяч подписчиков. Кто может? Кто может это предсказать? Никто не может. Надеюсь, что так когда-нибудь и будет. Это планы на день. Есть, конечно же, и другие вещи, которые лично меня вдохновляют, наполняют. Например, просмотр какого-то хорошего фильма, вязание, потому что хобби какое-то. Я люблю вязать. Потом я люблю краситься, то есть сделать макияж какой-то себе по видеоуроку с ютуба и почувствовать себя суперкрасивой. Почему нет? То есть такие варианты тоже возможны. Возможно, поход куда-то. То есть поход в кафе, поход в театр, поход в музей. То есть это то, что бывает пореже, конечно. Но такие вещи тоже поднимают твой внутренний настрой. У каждого это вещи свои. В сегодняшний день я решила вписать то, что, во-первых, без труда впишется. Во-вторых, это не будет так, что я что-то не успела, мне нужно там еще фильм посмотреть, у меня там куча дел. Я не успеваю. То есть я написала по минимуму. И если там в промежутках у меня будет оставаться время, то я скорее посижу, поиграю со своей младшей дочкой, я не знаю, послушаю тут же аудиокнигу. Самое главное не доставать сегодня телефон, положить его куда-нибудь подальше, пользоваться не только по назначению, потому что как только ты открываешь соцсети, 40 минут пролетает незаметно, ничего хорошего ты в это время не делаешь. И, в принципе, еще и наступает вот это опустошение. Хочу сегодня пожить реальной жизнью, которая принесет мне лично удовольствие. Делитесь своими способами, что вас наполняет, вдохновляет. Возможно, я что-то упустила, и я тоже этим вариантом пользуюсь. Или это будет что-то новое и для меня, и тогда я смогу попробовать еще один вариант, как наполниться женской энергией. А вот, кстати, медитацию все-таки такое, это я не люблю, поэтому я это не назвала. Но, возможно, кому-то это помогает. Вот так вот. Идем сейчас обедать. Купила во вкусвилле вот такие гетца с креветкой со свининой. Вчера ночью уже попробовала, мне очень понравилось. Сейчас на обед себе сделала еще. Субтитры сделал DimaTorzok Когда я говорю, что мы живем прямо возле Ботаники, это значит, что вот он наш двор, это срайчики, старая постройка. Вот они, мы пришли на тропиночку такую. А если посмотреть вниз, то мы увидим уже тропиночку Ботаники. То есть, вот по этому склончику вниз-вниз-вниз, и там Ботанический сад. У нас даже, знаете, вот палисадник, который за домом находится, такой, там обычно цветочки все сажают. Вот этот палисадник мы хотели с мужем выкупить, потому что это вроде как земля городская, муниципальная, мы хотели выкупить и оградить. Но оказалось, что эта земля относится к Ботаническому саду, а земли заповедников, садов, парков выкупать нельзя. Поэтому вот такие вот дела. Так что живем, считай, прямо в окружении Ботанического сада, а гуляем здесь крайне редко. В принципе, вот я спустилась, это уже стена Ботаники, и вот на такую красоту мы и пришли. Кстати, на территории Ботанического сада находится один из корпусов университета, вот это кирпичное здание. Может быть, с другой стороны сейчас обойдем, будет лучше видно. И это как раз-таки корпус моего университета. Только здесь учатся биологи, соответственно, которые как раз-таки ухаживают за этим Ботаническим садом. Здесь таблички очень много, где есть написано, какие растения, проводятся всякие экскурсии даже. Мы, кстати, все хотим как-нибудь спросить, когда будет большая какая-нибудь экскурсия, и тоже прибиться к ней. Ну, лучше, конечно, весной хотя бы, или летом, чтобы было тепло. И как раз Ева постарше станет, может, ей тоже будет интересно. Я бы думала, блин, как было бы классно, если бы это был мой универ, то есть мой корпус. Я на филологии учусь. Я бы тогда ходила просто со двора на учебу пять минут. А я учусь в центре, и поэтому мне нужно ехать. Еще так неудобно, знаете, у нас улица, на которой мы живем, это одностороннее движение, и приходится такой прям круг делать, километра полтора-два, просто чтобы вернуться к мосту, который ведет в центр. Хотя мы возле этого моста живем, буквально там съехал, и через минуту ты уже у себя во дворе. А чтобы обратно на этот пост попасть, нужно минут семь по кругу объезжать. Вот такая несправедливость. Утром по пробкам это еще дольше, соответственно. Вот я на учебу ездила, а на учебу у меня путь занимал где-то, скажем так, минут 30-40, хотя я от центра живу очень близко. Обратно я ехала минут 15. Вот так вот. Мне кажется, лучше здесь свина едет, не лучше, деревья загораживают. Людя гуляет. Красота. Тут, кстати, еще в парке есть вот такие стенды. Разъявите садоводство, выставки общества садоводства, праздники, древонасаждения в Ростове. То есть, в принципе, вообще здесь полезно даже гулять. Мы направляемся в конец дороги, там оранжерея находится. Вообще, надо будет весной как-нибудь по маршруту пройтись экологическому. Мы бродим буквально по маленькому кружочку, хотя парк очень большой. И можно даже погулять. Ну, посмотрите. у нас здесь и декоративный, и старый парк, и сосновая роща. То есть, это все огромная территория. Вот этот плющ обыкновенный. Это мы, кстати, дошли до оранжерей. Вот это, это стеклянные крыши. И вот туда как раз-таки войти можно только с экскурсией. То есть, нельзя посмотреть без экскурсии. Но, в принципе, территория даже здесь вот, если присмотреться, везде таблички, везде какие-то растения. Все очень облагорожено. Там беседочка есть. Красота. Красавчик. 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 Мы уже пришли домой, и у меня сел телефон, наверное, из-за холода. Поэтому, я без телефона, без камеры, по-быстрому приготовила ужин. А сейчас буду тренироваться. Да, ну, сейчас покажу, что приготовила. Здесь у меня хлебушек делается к ужину Здесь у меня еще варится картошечка Вот такие пальчики сделала Куриные, внутри сырочек И пирог в духовке Ближе к ужину тогда сделаю еще какой-нибудь овощной салатик легкий И в принципе вот такой вот будет ужин Вкусненько и не очень сложно Мне кажется, у меня ушло минут 40 на все При том, что я делала на пирог творожное тесто И из-за творога довольно долго пришлось его перемешивать Вот так вот Параллельно еще малышку покормила свою Так что все накормленные, кроме меня Надо сначала потренироваться, а потом уже кушать Теперь все мокрое Короче, 20 минут тренировка Вот Я прям очень устала Мне немножко мутит, хотя я ела А в час дня В час я ела, да А сейчас уже полшестого Вот Если кому-то нормально есть там за час, за два До тренировки Ну там я даже когда занималась там с тренером, с девочкой Она говорила, типа перекус хотя бы какой-то Я вот У меня аж стал мой обед Я, конечно, и пообедала плотненько Но сам факт, что я не могу Есть Перед тренировкой вообще То есть вот пообедала И вечером тренировка Даже позже я должна была тренироваться Наверное часов в семь хотя бы А потом кушать Потому что у меня тошница начинает Все, я пошла бегом в душ Потому что я все взмокла И Плюша уже недовольна, что я занимаюсь своими делами Она хочет играть со мной Так что да Она тут навела опять беспорядки Ну пока я наводила порядки Она навела беспорядки Все, пошла в душ На часах у нас шесть вечера Я уже выполнила весь свой список, который хотела Поэтому решила, что могу посмотреть еще фильм какой-нибудь Сейчас вместе с Плюшей как раз таки и посмотрим его Я слышала ажурная вуаль или что-то такое По роману Моэма Я не читала ни одного произведения его Если это интересно, то Если это интересно, то Возможно, прочитаю позже немного Казалось бы, в этот день я сделала самые обычные вещи Убрала, приготовила покушать и погуляла с ребенком Но энергии на следующий день у меня было гораздо больше